Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Емеля и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодняшнее видео будет необычного формата для моего канала. Мы с вами будем готовить. А готовить мы будем не просто простую еду, а супер бюджетную. Сегодня мы с вами должны приготовить завтрак, обед и ужин и уложиться всего 100 российских рублей. А это делает азербайджанские 2 моната и 70 копеек. Я не знаю, смогу ли я это сделать, но мне, конечно, верится в лучшее. Вы уже давно просили показать мои кулинарные способности, я решила это вам продемонстрировать и заодно снять вот такой вот необычный эксперимент. Мне кажется, будет очень интересно. Первое, что нам предстоит сегодня проделать, это пойти в магазины, а в конце видео я буду все это есть. В общем, я уже вышла, иду по магазинам, мне нужно найти сыр дружбы, потому что он стоит дешевле всего. Итак, приблизительно, что я хочу приготовить, я уже накидала на листочки, осталось уложиться в эту сумму. Нашли здесь вроде очень-очень бюджетный сыр, но он стоит 43 копейки. Ищем дешевле. К сожалению, вот здесь ценника нету, но вот такие лаваши стоят по 20 копеек за 10 штук. Без собой можно выбрать столько, сколько вы хотите. Опять нашли сыры, но здесь опять же дорого, мы не укладываемся в наш бюджет. Ой, 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 я испугалась. Так, я, значит, уже дома, все накупила. У нас с вами будет завтрак, обед и ужин, и он будет достаточно разнообразным, несмотря на такую маленькую стоимость к 100 рублей. Давайте пройдемся по ценам. Купила я, значит, 2 яйца, каждая из которых стоила по 12 копеек, что делает 24 копейки. Лаваш, который стоил 20 копеек. Здесь 10 штук. Нам даже столько не надо, 5 штук будет достаточно. Но меньше упаковочки не было, поэтому пришлось взять эту. Здесь, значит, у нас печенка, всего 100 грамм, и обошлась она мне в 30 копеек. Далее здесь яблоки. Здесь вообще очень интересная история со мной произошла. Я вам вставлю видео. Там продавец был парень, и когда я ему сказала, что я хочу всего 2 штуки, он посмеялся надо мной и подарил мне 3 килограмма яблок, всего стоило 1 монат. По идее, я ему должна была 10 копеек, но, в принципе, он ничего не взял с меня. Далее, значит, вам здесь видно, что за 1 помидор я отдала 30 копеек, и за 1 огурчик я отдала 15 копеек. Мне кажется, продавцы долго ржали надо мной, когда я ушла. Далее, значит, здесь сыр от компании Хохланд, который стоит всего 50 копеек. Купила также немножко спагетти. Обошлись они мне всего в 12 копеек. Очень бюджетно, согласитесь. Еще я приобрела рис. Обошелся он мне всего за 36 копеек. Я взяла 100 грамм. И причем я взяла, кстати, не самый дешевый рис, я вам так скажу. На завтрак также купила себе мак-кофе 3 в 1. В общем, при подсчете этого всего я уложилась в 2 маната 37 копеек. И у меня здесь остались еще 33 копейки. И вот тут я решила из дома взять масло, соль и немножечко вот прям майонеза. Эти 33 копейки как раз-таки вот тут. Ребята, спасайтесь! Айка Эмили на кухне. Итак, первое, что мы делаем, это готовим завтрак. Для приготовления завтрака нам понадобится половина помидорки, возьмем одно яйцо куриное, нам понадобится еще наш сыр, ну, естественно, масло, щепоточка соли и, конечно же, мы возьмем лаваши. Здесь 10 штук, но, как я вам и говорила, нам понадобится всего 5. Завтрак у нас получится немножко креативный, красивый, аппетитный. В общем, смотрим. Что мы делаем? Разрезаем помидорку пополам, вынимаем сердцевину, вторую половинку мы оставляем в сторонке на обед, она нам понадобится. Нарезаем тонкими ломтиками. Теперь иди сюда сыр. Очень долго ходила, искала по магазинам, где же дешевле. И вот, наконец-то, нашла. Я беру этот кусочек и начинаю делить на вот такие вот части. Итак, что мы делаем? Берем дольку помидора, затем дольку сыра, опять помидор и опять сыр. Заворачиваем вот таким вот образом. И вот так вот. Вот такие вот интересные свертки у нас получились. Берем, значит, такую миску. Берем наше одно яйцо. Взбиваем. С яйцом, кстати, тоже нужно быть экономнее. Все, что останется, мы не выбрасываем, а оставляем на ужин. Добавляю щепотку соли сюда. Совсем вот чуть-чуть достаточно. Тем временем я плиту включила. Добавляю сюда подсолнечное масло. Половинки будет достаточно. Пока что здесь все это дело греется, я смазываю наши свертки. Так они получатся и хрустящие, и красивые. Я всегда делаю себе такой завтрак, и мне он очень нравится. И самое интересное, что он очень бюджетный. Я решила вам это все дело показать. Также, кстати, совсем забыла вам сказать. Также у нас вместо чая будет такой 3 в 1, маккофе. Темный кофе я на самом деле не люблю. Люблю либо капучино, либо вот такой вот 3 в 1. К сожалению, капучино делать сама так и не научилась. Поэтому обходимся вот такими вот подручными средствами. С обеих сторон смазываю. Самое интересное, что они не особо разваливаются. Обратите внимание. Первый пошел, второй красавец пошел, третий вот так вот аккуратненько. Нашла я, значит, в мамином арсенале такую вот штуку. Очень удобная, кстати, вещь, чтобы вот так вот аккуратненько их переворачивать. Смотрите, они уже поджарились. Такие хрустящие получаются. Вот так вот. Теперь нужно немножко подождать, чтобы они и с этой стороны тоже поджарились. Завтрак у нас, можно сказать, готов. Берем, вот так вот кладем. Смотрите, как красиво они смотрятся. Аппетитно. Итак, с завтраком мы как-то разобрались. Теперь мы готовим обед. Для обеда нам понадобится печенка. Здесь также есть и сердечки. Я печенку очень люблю, она очень полезная. И еще здесь у нас будет рис. Это не круглый, точно не помню, как он называется. Но, в общем, вы поняли. Также, значит, у нас в обеде будет участвовать огурчик. И вот половина помидора, которые остались от завтрака. И еще из двух яблок мы будем делать сок. Сок, свежевыжатый, между прочим. Включаем газ, прям на очень слабом огне. И пусть сковородка у нас начнет разогреваться. Тем временем мы берем печенку. Добавляем, значит, сюда соль. Это, конечно, дело вкуса. Я люблю, когда соли много. Перемешали это все дело. Тем временем у нас уже сковородка уже готова. Так, все это аккуратненько помещаем в сковородку. Я специально взяла сковородку небольшую, потому что здесь всего 100 грамм печенки. Жарим на медленном огне и закрываем крышку. Здесь, значит, у нас газ уже включен. Здесь водичка, она должна вскипеть. После чего мы помещаем сюда рис. Итак, первое, что я делаю. Солю водичку нашу. Столько, я думаю, будет достаточно. Ждем, когда закипит водичка. Мы сюда добавляем наш рис. Пока у нас водичка закипает, мы времени даром не теряем. Нам нужно приготовить сок из вот этих вот двух яблок. Они у нас очень сочные. Кстати, пока я тут нарезала яблоки, у нас здесь водичка вскипела. Добавляю, значит, рис уже в кипящую воду. Далее мы, значит, перемешиваем печенку. Можно уже вообще крышку убрать, чтобы она у нас получилась такая поджаристая. Так, я включаю такую жмалку на скорости 2. И кидаю это все. Получилось прям как раз ровно стакан сока. Получилось из двух яблок. Вот такая вот красота у меня получилась. И последний штрих это трубочка. Прекрасный такой свежевыжатый сок. Рис, салатик и печенка. Здорово, вкусно, аппетитно. А мы с вами двигаемся дальше. С обедом мы тоже закончили. Теперь готовим ужин. Он у нас будет самый интересный и в то же время самый простой. Здесь нам пригодится спагетти. Я взяла совсем чуть-чуть. Как я вам говорила, эти спагетти мне обошлись всего в 12 копеек. И еще плюс одно яйцо с половиной. Кстати, мы сохранили яйцо от завтрака. Можно сказать, что этот ужин нам обойдется всего в копеек 40. У нас здесь, значит, уже кипит вода. Что мы сейчас делаем? Воду нужно немножечко подсолить. Добавляем щепотку соли. Такая милая продавщица нам попалась. Когда мы сказали, что нам нужно всего 100 грамм, она не поленилась и все вот так вот переупаковала. Берем спагетти. Их не нужно не ломать. Ничего мы с ними не проделываем. И вот так вот помещаем в кастрюлю. Немножко варим, затем она сама опустится. Спагетти я уже просеяла. Отварила. Как и на коней, а потом не ушла к гофе. Ама, отварила и слила. Слила куда бы не так. Ладно, не буду это говорить. Спагетти у меня уже отварились и они уже готовы. Что мы делаем далее? Берем сковородку. На такой вот небольшой огонь кладем сковородку. И у нас осталось совсем чуть-чуть масла. Это масло вливаем в сковородку. Распределяем по сковородке. Ждем пока она немножко нагреется. Затем наши спагетти мы будем обжаривать в этой сковородке. Распределяем равномерно по сковородке. Пусть пока немножко обжарится. Мы пока что подготовим яйцо. У нас здесь осталась половинка от завтрака. И еще одно яйцо также сюда. Перемешиваем, значит, спагетти. Теперь сюда же потихонечку наливаем яйцо. И закрываем крышкой, чтобы она хорошенько обжарилась. Так, ужин у нас тоже готов. Посмотрите, как красиво получилось. Но я поняла, что здесь кое-что не хватает. А что именно? Это, конечно же, зелень. Поэтому я у мамы украла немножко зелени. И вот так вот посыплю сверху. Чтобы было и полезно, и вкусно. И смотрелось как-то аппетитно. Помните, в начале видео я вам говорила, что нам пригодится майонез? Вот как раз таки в ужине он нам и пригодится. Счастье-то какое! Столько всего она готовила. Какая я сегодня молодец. Помыла руки и приступаем к дегустации. Итак, первое, с чего я хочу начать, это, конечно же, с завтрака. Мне понравилось больше всех. Кстати, обязательно пишите в комментариях, какое из блюд вам понравилось больше всего. Три в одном кофе, кстати, его совершенно вам не показала. В принципе, здесь ничего интересного нет. Его дегустировать нет смысла, но все-таки. Итак, первый завтрак. Наверное, вы думаете, если даже плохо получится, конечно же, Айка будет хвалить то, что она приготовила. Но на самом деле, очень вкусно. Я прям стала каким-то фудблогером. Я не могу остановиться. Я реально не шучу. Очень вкусно. Пища богов. Шучу, людей. Мне бы хотелось продолжить с завтраком, но, к сожалению, надо еще дегустировать все остальные блюда. Теперь, значит, переходим к обеду. Обед у нас самый красивый, на мой взгляд, и самый сытный. И, конечно, кем-то, 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 кем-то. Субтитры сделал DimaTorzok Очень вкусно Здесь мы строим из себя культурных людей Берем ножик и вилку Я человек не худеющий Поэтому могу позволить себе Макароны Макаю это все дело В майонез Вот по мне Блюда получились очень интересные Очень бюджетные Мне очень понравился результат этого видео Если вам тоже, то обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Может быть для вас это мелочь Для меня безумно приятно Я вас всех очень сильно люблю С вами Плайка Эмили Всем пока